Новосибирцу Максиму Медведеву необходима операция по пересадке костного мозга. После нескольких месяцев поисков удалось найти донора. В конце апреля парень улетает в Петербург, в ней детская онкология имени Горбачевой. Перелет, проживание, операция и восстановление. На все это нужны 700 тысяч рублей. И времени катастрофически мало. Подробнее Елена Мершниченко. Сегодня Максим Медведев дома. Играет с котом Кузей, а мыслями уже в Петербурге. Говорит, поскорее бы выздороветь. Ему всего 24. Хочется гулять с друзьями, влюбляться, жить как все. Полтора года назад почувствовал резкое недомогание. Диагноз – острый мелобластный лейкоз. С тех пор молодой человек буквально живет в больнице. Ежемесячные курсы химиотерапии. Недавно прошел 16-й. Сейчас ремиссия. Болезнь ненадолго отступила. Делать операцию нужно как можно скорее. Если в ремиссии делать пересадку костного мозга, то велик шанс, что болезнь в принципе уйдет. То есть это будет хорошо. А вот прогнозы, что такие. Нет, либо приживется костный мозг, и будет все хорошо, наверное. Либо не приживется. Насколько я это понимаю. Потому что врачи такие темы, я так понял, стараются обходить стороной. Донора искали несколько месяцев по всему миру. Недавно нашли за границей. В долг. Процедура стоит 18 тысяч евро. Семья Максима собрала только 8. Люди добрые, как говорится, собирали. Я своим знакомым звонила, говорила, там родственники помогали нам, собирали вот эту определенную сумму. Небольшую, но поступали деньги. Объединились буквально всем миром. Друзья Максима организовывали концерты на родине Венгерова. Помогли два благотворительных фонда. Средства поступали даже из Америки. В мэрии Новосибирска выделили деньги на перелеты проживания. Федеральный бюджет оплатит операцию. Но заположено от государства помощью. Пришлось изрядно побегать. Что вот квота и попробуй собери документы. И ты начинаешь их искать то там, то там. Потом у нас оказалось так, что там каких-то то ли кодов не хватало, то ли коды какие-то поменялись. И необходимо было опять заново писать заявление. То есть это опять время тратилось. Потому что пока напишешь, пока отправить, пока рассмотрят они. В Санкт-Петербург Максим Медведев улетает 24 апреля. Почти месяц его будут готовить к пересадке. Предстоит еще один курс химиотерапии. Самый сложный. Врачам придется полностью подавить иммунитетного сибирца, чтобы костный мозг донора прижился. Затем Максим еще полгода будет в городе Наневе наблюдаться у врачей. Сейчас парню необходимо срочно доплатить за поиск донора. Еще нужно порядка 600 тысяч рублей. Журналисты УТС просят помочь. Номер телефона и карты Максима Медведева на экране. Елена Мирошниченко, Борис Гладких, Новости УТС. Борис Гладких, Новости УТС.